Революцион Время Это для довоенного маха В какой-то старый дискорбин А, да Так что Восемь Восемь Переходи Восемь 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну что, давай начинать, я думаю, что уже подняться. Давай потом, если успеем. Можно без того же? Что? Не без того же, где-то другой. Да, можно. А для этого есть специальный проект, который будет сделан в Хакатоне, очень социально. Должь покупать. Это будет CraftFunds, где можно будет место выбирать себе на Хакатоне, также порядок поступления менеджер самостоятельно, но это будет стоить дороже. Дополнительный день рабочий можно будет купить. Для коррупционеров надо еще быть. Ну что, поехали. Готовы слушать проекты? Первый проект. Неважно. Важнее никого не интересует здесь. Первый проект. Гидный элит, следующий политкомпанс. А ты можешь пока рассказать что-то еще? Я хочу сказать спасибо Часокосу за то, что нас приютил к аворкингу, за то, что мы там всю ночь продусили и проработали, и было удобно и замечательно. За то, что нам помогли многие люди финансово провести этот Хакатон. За что? Орк-тиму. Орк-тиму, вообще всей команде, которая помогала в организации, организовывала это мероприятие, огромное-огромное-огромное спасибо. Спасибо. Спасибо идти на МЭТу большое за то, что он собрал вокруг себя такое сильное комьюнити большое. Большое спасибо вдохновителю Хакатона Валерию Яфтушенко. Он принес эту идею войти на МЭТ, потом они пришли к нам. В общем, было очень здорово. И, кстати, пока мы там искали переходники, мне сказали, что у нас, оказывается, на этом социальном Хакатоне все-таки будет призовой фонд в виде этих американских президентов. Поэтому первые три команды получат призы. Да. Так что есть ради чего постараться на презентацию. Но знали бы мы это вначале, наверное, старались бы больше. Но теперь мы видим честные результаты. Первая команда готова? Поехали. Здравствуйте. Меня зовут Плат. Пользуясь случаем, пока ты еще таймер. Здравствуйте. Меня зовут Платон. Мы хотели предоставить вашего внимания в ServiceGaming Elite. Микрофон. Микрофон. А, тут... А, тут ... нет, тут там... Ииии ... время попросил... Дарья, вы видите вас? О, конечно. Гимми – это диалоперационный сервис, который позволяет объединить тех, кто хочет ехать и тех, кто хочет подвезти. С его помощью пассажирам могут быстро найти машину, которая доставит их в точку назначения водителя, соответственно, подходящего им пассажира. В качестве реализации выбрали приложение для Андроида и для iOS. Нам действительно этого очень не хватало в ночь с 10 на 11 декабря, когда нам нужно было всем собраться в центре города. По ряду причин. И когда весь Facebook был затруднен тем, что я еду, номер телефона, буду ехать через то, через то и через то. Поехали дальше. Принцип работы очень простой. Водитель водит маршрут, пассажир указывает точку, куда ему необходимо ехать, точка изначально определяется автоматом. Гимми – это поставляет заявки всех пассажиров и водителей, и удавляет обоих от подходящих маршрутов. То есть водителю остается только подтвердить намерение пассажира, подобрать его и подвести в место назначения. Все. Время! Да. То есть что сделали за эти два дня? Сделали альфа-версию на Андроиде с готовностью порядка 80%. Вот как бы альфу можно будет у Саши посмотреть на телефоне, кому надо, кому будет интересно. То есть нам нужны альфа-тестеры, водители и пассажиры. То есть подписаться на альфа-тест можно на сайте. Евмири.нет Давай дальше. Спасибо за внимание. Вопросы, пожелания, предложения. Валпом. Сайт не читается на мобильном. Я не отрогу. Сайт не читается на мобильном. Сейчас я справлю. Понял. Услышал. Дальше. Ну, пока да. Пока валика, визация, визация. Только президент должен ездить по вашим системам, без запинки всего транспорта. Вы имеете в виду городского транспорта? Да. Нет, конечно, городского. То есть это, собственно говоря, если я еду с Абалони на Майдан, да, если есть как бы группа товарищей, которые по дороге там на подолях хотят, чтобы я их подвез. Соответственно, когда я вел маршрут, они сделали чекин, что они готовы подвестись. Я их подобрал, подвеска Майдана. Еще вопросы есть? Нет вопросов. Аплодисменты. Политкомпас. А уже подключены? Давайте договоримся тогда так. Пока задаются вопросы, выпикаются проекты, подключаются следующие. Не стояли еще минуты здесь. Кто презентует Политкомпас? Всем привет. Мы проекты Политкомпас. Наш проект направлен на прозорость наших кандидатов, наших политиков. Чтобы мы четко въявляли его позицию в политической инфраструктуре, в политическом святогляде. Мы отображаем политическую позицию, политика графичную. Не лінійную, как принято лево-право, а еще и в отношении не только до экономической, а и социальной. Таким чином, сегодня для прототипу мы использовали простую 10-ти питаний в анкетку, которую Женя сейчас проводит. И при субмите... Женя, субмит. Женя, субмит. Тут два субмит. Она сразу показывает нашу позицию. Прошу плюс 10 секунд, наоборот. И так же, мы можем свою позицию проверить, до кого ближче наши погляди. Но это не популястский тул для всех вас. Это тул для того, чтобы мы проверили наших кандидатов. Где находится сейчас Кличко? Где сейчас находится Ярценюк? Таких политкомпасов в интернете много. Фича нашего политкомпаса в том, что мы первое реализуем трек. Трек по руках, где находится политик. Например, наикаркуловнейший трек, мы подумали, что может быть у Жвані. Женя Клик. Наша Украина. Бют. Партія регионів. И недавно вышел из партии регионов. Ну, вот вам пример, как изменилось его политические погляди. Я побачиваю развитие этого проекта, как частина великих проектов, присвященных прозоростям политического средства наших политических кандидатов. Мы сделали прототип. Вы можете все зайти за лайки на Facebook, на политкомпас.инфо. Всех запрошую. И сделали Android-клапки. Мы сделали Android-клапки, который позволяет им иметь его с собой. Мы сделали Android-клапки, который позволяет им иметь его с собой. Мы сделали Android-клапки, который позволяет им иметь его с собой. Мы сделали Android-клапки, который позволяет им иметь его с собой. Там будет изображено ставление до пенсионеров, ставление до студентов. Дуже чітко и объективно визначена позиция политика. А политик вы сами не понимаете? Нет, политик вы не понимаете, мы будем просто... Наши политологи, которые там... Вони будут монетовать передвиборчую программу, с которой политик идет ишел, або идет на какие-то выборы. А с программой до программой его поля не может изменяться. В программе нам все брали, все. Не кричите боякарды. Мы сделали не по программе, а по каждому голосованию, а по каждому голосованию... Дуже интересный сайт, с которым можно подружить. Да, и воно ценностно видображает компактативно. Дякую. Еще раз, еще раз. Шкала ЛЖИ. Шкала ЛЖИ. Спасибо большое. Следующая команда готовится? Это Фи и Волос. Они же у нас. Отлично. И следующая, Майдан 2.0. Подходите, пожалуйста, будете переключаться сразу, если это возможно. Нет. Не если это возможно, будете переключаться сразу. Да, начинаем. Мы называли «Хак-Влада», сейчас мы называем «Твий голос». Основной идеей, я нагадаю, это мы хотим, соответственно, сменить правила, которые навязывает нам система, хакнуть их, но не порушивая чинного законодательства. Для этого мы предлагаем социальный режим, соответственно, сделать сообщество граждан, дать им инструмент. Это додаток, который мы создали на «Хакатонье». Этот додаток реализует в «Фейсбуте» основные инструменты прямої демократии. И когда у нас достаточно достаточно наших членов, мы, соответственно, можем реализовать три механизма. Первое – это создание партии за статутом, который организовала «Стельнота». И, соответственно, за статутом партия обязана выполнять решение «Стельнота», которую она принимает в «Фейсбуке». Второе – это вызывание кандидатов. И третье – это механизм откликания депутатов за международную угоду, которую они должны подписаться из международной юридической компании. Сейчас мы покажем, соответственно, что у нас вышло. Это, соответственно, использование «Фейсбука». Мы видим шесть пунктов меню. Первый пункт меню – это «Новина дня». «Новина дня» называется. Это, соответственно, все посты в «Стельнота», за которые сказали «Дякую». Каждый пост, который благодарен, он, соответственно, увеличивает авторитет, как он это сделал. Следующее – это, соответственно, у нас голосование. Сейчас мы решили не делать голосование за члены «Стельноты», а, например, назву визначити. Мы не знаем, как назвать. У нас всего шесть вариантов. Если можно, натиснуть туда что-то. А, вот. Мы не знаем, как это сделать. Відповедно, мы можем запропоновать членам «Стельноты» визначити новую назву. То есть все визначают сами. Ну вот можно выбрать, например, «Вибери 2.0» визначити. 1.25 – это вага моего голоса. Если я выбрал два варианта, то каждого додались 0.63. В любом моменте я могу выбрать свой голос. Відповедно, за что можно давать, дякувать? Это новини друзей, пожалуйста. Новини друзей. Сюда потрапляют все пости моих друзей, члены «Стельноты», плюс те, кто рекомендует какие-то пости для того, чтобы им поддякували. Відповедно, когда я им поддякуваю, они потрапляют в список новини дня. Вот сейчас можно увидеть записи друзей и можно написать «дякую». Відповедно, тогда он попали на новини дня. Таким чином померяется у нас авторитет и происходит постоянное голосование. Тобто, и все решения, которые принимаются, они являются обовязковыми и, соответственно, близкими до концентра. Все, дякую. Здорово. Дякую. Чи є питання до ООН в этом проекту? Так. Якщо можна пропозицію. Коли такі партії приходять і уходять, і в яких парламент це назначають бути там постійно? Якщо зробити платформу, яка буде поза парламенту і постійно контролювати весь парламент, то буде більше ефективно. Дякую. У нас є механизм відпликання депутатів, які ми висунули, і вони нас не влаштовують. Тобто, тоді вони зобов'язані подати, якщо вони не подали місячний термін, наступає штрафна станція біля 100 млн доларів, наприклад. Відповідно, ніхто з них не захоче це. Це міжнародний договір. Тобто, вони не хочуть його підписувати, вони не йдуть кандидатами. Тобто, ми їх висуваємо і ми можемо ставити їм вимоги підписати цей договір перед тим, як вони стають депутатами. Для цього спочатку треба подавати 7% бар'єрного договора? 5%. Калістовий чіфр Фейсбука зараз 3 млн. Для того, щоб подавати бар'єр, достатньо 1 млн. Зарастання аудиторії української Фейсбука – 25%. Зараз 3 млн. плюс 40%. Ще питання? Це вже бачить питання. Ви ще є питання? У мене один питання. Скажіть, будь ласка, як ви законодателі заставите депутата прийняти рішення? Якщо вони не підпишуть цей договір, ми їх не висунемо кандидатами. А які зараз? Тільки тих, що ми висуваємо як спільнота. Як спільнота ми висуваємо для депутатів. Якщо вони не погоджуються підписувати, вони не йдуть до нас кандидатами. Дякую. 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 Плани. Плани. Спасибо. Спасибо предыдущим, особено. Проекту. Такого рода проекты, как фонд, политический компас, и затем тут пели «Голос», они как раз очень хорошо монтируются в наш проект. Наш, в принципе, то, о чем здесь идет речь, Майдан 2.0, это даже не проект, это программа, а проектом можно назвать только его функциональную часть, а именно платформу, хаб, структуру, которую вы видите сейчас перед собой. Его задача — собрать все информационные ресурсы, которые связаны с Майданом, из которых складывается Майдан, и чтобы в два клика человек попадал именно в тот сегмент Майдана, который его интересует. Самая главная задача, от чего это все родилось, что мы бы хотели, во-первых, сохранить то лучшее, что уже сгенерировал Майдан, сохранить, аккумулировать и обеспечить сетью распространения роста по всей стране, чтобы от Майдана 2.0 перейти к Украине 2.0. Родилась эта идея из того, что мы сейчас в лидирующей группе Майдана видим политиков двух родов. Первый — традиционные политики, скажем, 1.0, которые обеспечены традиционными ресурсами, типа депутатской неприкосновенности, секретарей, денег, понятных, прессы, телевидения, такого рода ресурсов. И политики, которые выдвинулись на Майдане, которые выдвинули и продвинули, и раздвили, и защитили собой часто этот Майдан, у них, их ресурсами является харизма, их ресурсами является адекватное восприятие себя, Майдана и ситуации в стране. Но мы бы хотели дополнить их возможности ресурсами информационных технологий, недорогих, практичных и так далее. То, что мы здесь видим, это общая схема ситуации с Майданом. Здесь есть уже имеющиеся структуры, понятно, там онлайн-дивиса и орг-структура, уже создавшаяся на Майдане. Мы намного больше работали над структурированием контента, чем над самим проектом, как IT. В частности, много времени пообщались с граммедянским сектором и так далее. Здесь, это функциональные группы, уже существующие, которые будут созданы. В частности, например, на базе Google Hangouts мы уже развиваем сеть коммуникационную лидеров Майдана, таких, как Сашков Положинский и рынок Сарапарк. Спасибо. Саша, большой вопрос есть? Почему у вас доменный рум? В общем, самое главное, что это открытый хаб, который очень легко включает в себя сформированные такие элементы, очень интересные, часть которых вы уже видели. Мы никак не претендуем на никаких президентов, потому что весь этот проект полностью уже в работе. То, что касается хэнгаутов, вот сегодня мы провели первый в истории Луцка хэнгаут с девочкой, или там «Москвич Майя», с которой только недавно сняли электронный браслет. В поддержку ее она имела возможность пообщаться с лидерами из других городов. А перед этим мы герой на хэнгаут с Майдана провели с Олегом Скрипкой, с Козак Систем и вместе с Майданами нескольких городов. Это очень важно было. Спасибо. Спасибо. Следующий проект. Целомиллионы. Целомиллионы разом и с успильным волосом. Верно, да? Почему я это не только? Нет. Два проекта, который является дочерней первой. Правильно, думаю? Окей, два. Значит, мы все знаем, что Майдан сформировал потребность людей в представительстве своих интересов. Но прежде чем что-то представлять, участвовать в мире, нужно сначала сформулировать. С этим у нас проблема. Потому что то, что мы видим сейчас, есть Романдская рада Майдана, есть различные организации, все пишут различные манифесты, требования какие-то формулируют. Но, к сожалению, это все равно представительские формы. На самом деле, во всем мире, и у нас тоже, это Майдан показал, есть форма прямой демократии. Мы предлагаем... Включите, пожалуйста. Извините, по времени. Получилось? Значит, у нас есть идея, я буду, наверное, говорить, да, потом картинка покажется. Мы предлагаем некий алгоритм, где есть два элемента прямого действия. Прямого действия. Это петиции, довольно известные, по всем мире, с 18 века работа, причем работа еще в интернете. И второе, это, собственно, прямое действие, которое мы, собственно, сейчас используем на Майдане, когда выходим, бюджетируем, блокируем, манифестируем. Эти все вещи можно соединить в одну цепочку. Причем вывести на уровень политический, потому что петиционные сайты существуют, но они зависают, они не имеют четких фильтров, которые позволяют их реализовать на практике какие-то законопрактные решения. Перед нами, например, стоит повестка дня, это пишут все, так сказать, представители общественности, нам нужна новая конституция. Каким образом это сделать? Значит, извините. А на нового спектра, в смысле, может быть, на сайт, на сайт. Задите с любого компьютера, пожалуйста. Спасибо. Смысл в чем? Пишется готовая форма, мы предлагаем готовую форму для петиции. Буквально формировается основная идея и основное решение. После этого необходимо набрать количество голосов четко по фильтрам, то есть местный уровень – это 5 тысяч голосов, а в основном уровень – 50 тысяч голосов. 100 тысяч голосов – это стандартная цивилизационная норма для петиции, то есть она даже действует в России, правда там нет механизма, вот мы хотим создать этот механизм. Потому что если петиция подкреплена достаточным количеством голосов, то, естественно, 100 тысяч – это очень серьезно, депутаты вынуждены будут проводить между собой на карте, для представительства. Если они не хотят делать, то мы все равно сделаем им рассылку. Они должны будут представить эту петицию в уже нормальной, удовольствием форме, но в качестве закона. Я, правда, должна сказать сразу, что, конечно, нам нужно продвигать сейчас параллельность проекта закона петиции. У нас, в принципе, есть такая возможность, да, обратимся к демократичным политикам, которые понимают, что это тоже необходимо. Потому что им нужны точно так же наши интересы работать с ними, потому что сегодня политические партии непроницаемы к общественным интересам. Я не хочу сказать, что все оппозиционные плохо проницаемы, власть непроницаема, из-за чего, собственно говоря, стоит Майдан. А вот и мы выходим на политический уровень, извините, до сих пор не о том, что я ничего не пустила. Она сейчас поехала. Значит, это третий шаг, как бы у нас по шагам просто. А, вот, наконец. Вот первый шаг – петиция, второй – голосование. Если, допустим, есть уже петиции, то мы тоже смотрим, чтобы не повторяться, да, то есть проще проголосовать поддержание, писать, что с вами там новое. И депутатский уровень. Когда мы посылаем депутатам, кто-то один получает, у нас получается картинка отсутствия, мы видим, что есть, как бы, контакт. И потом, если это не работает, мы выходим на прямые действия. То есть, если они не слышат интерес, тогда мы уже пикетируем, манифестируем, делаем слышно, мы все что угодно привлекаем внимание. Вот такая цепочка. А можно сейчас у вас ответить за ремень? Нет, это же вы так же еще. Ну, форма там есть, в принципе, там форма есть. Ну, через месяц он будет. Ижди, может быть, это законодатель, который проломбировать? Не сейчас, я сказала, мы будем подавать законы петиции, потому что это необходимое. Потому что там верификация людей, которые должны регистрироваться. Это очень важный момент. Надо понимать, что это нужно сделать. Когда это будет серьезно. И образом будут люди регистрироваться. Дерифицировать, во-первых, в законе должно быть, это прописано, что они должны подпись на пример свою сканировать, потому что у нас есть проблемы с этим. Фамилия, телефон и так далее. Потому что, например, в России паспорт не дается. Я думаю, что паспорт тогда в особей поверхности. Я расскажу потом по верификации. По верификации я расскажу. А еще есть вопросы? Ребят, есть вопросы еще к этому проекту? Есть замечания, но понимают, что они замечают. Сейчас или потом мы можем подойти к вам поговорить. Да, хорошо. Окей, спасибо вам большое. По верификации я могу сказать. По верификации. Ну, следующий проект будет «Суспільный голос». И там система электронного голосования связана с верификацией особистой. Мы провели переговоры протягом... Так, ну, тогда я выйду, можно... Суспільный голос. Суспільный голос, подключайте зараз. Вибачите за стримочку. Суть проекта «Суспільный голос» в том, щоб зробити дієвою систему электронного голосования. Суспільный голосования связана с верификацией через онлайн, через интернет. И с возможностью проведения голосования, фактически, майже безкоштовно. В этом поляга суть проекта «Суспільный голос». Протягом хакатона мы провели консультации как с политиками, с гражданским сектором Майдана, а сейчас там гражданских организаций на Матанне близко 30. И так само провели переговоры с органами Державного управления, которые занимаются организацией внутреннего документа объявления. Суть методики полягает в том, чтобы она подружится на доверие. Рекомендуйте вы или не рекомендуйте те подания, те петиции или политики, которые выставляются на голосование. Методика очень простая. Она работает сейчас в 10% наибольших корпораций мира. Она прошла адаптацию в бизнесе, работает сейчас 7 миллионов профессионалов в них. Она называется «Нет промоутерскор». Она оценивает индекс рекомендуеменности. Фактически это индекс, універсальный индекс доверия. Значит, стосовно ответственности на то, каким чином идентификается особа того, кто голосует. Значит, на данный момент существует проект реформы, который уже закладывает бюджет на этот год, с изменением паспорта через новые паспорта с чипом, через кардридер. Иснует механизм голосования через портативный або компьютерный виталенный зашип. Сейчас, в последний раз, в Испании так проголосовали 77% выборцев. И мы надеемся, что у нас есть все технические возможности и шансы реализовать это в Украине. Дякую за внимание. Дякую вам. Есть вопросы? Пожалуйста. За приводу интенсификации, уявите, что вам примерно 200 грн. Испания, потому что это на день, без нового папка. Как вы говорите? Значит, стосовно подкупных голосов, тут есть механизмы так же гражданского влияния. Это проект «Сховая паспорт бабули»? Значит, на данный момент в системах голосования, которые работают в США, в Эстонии, в Испании, когда вы идентификуете свой паспорт через свой чип, у вас всегда есть опция або голосовать открыто, або голосовать закрыто. Вы знаете, что это ваш идентификатор, вы можете себе побачить в системе, как вы голосовали, но система не знает, что это 20 тысяч. Дуже дякую. Будь ласка, опускай. Наступний проект. Спасибо. Спасибо. Что у нас наступний проект? Что у нас на проекторе показаны наши стандартные консистенции? Как еще коротко? Наш проект складается с двух частин. Короткостроковая частина – это приложение для мобильных телефонов, для смартфонов на разных операционных системах, так называемая красная кнопка, кнопка SOS, которая должна работать как автономно, то есть своим друзьям, родственникам или на секретной адресе. То есть электронные почты посылать от ведущего контента. И вторая часть – она может работать в соединении с сервером или несколькими серверами, туда посылать информацию о случившемся происшествии. И уже это диспетчерские серверы наших альтернативных государственных служб в помощи людям, попавшим в беду, которые можно развивать. Вот, собственно говоря, это серверная часть, это гораздо срочная часть нашего проекта. Но сегодня мы остановимся на части, которая касается мобильных приложений. Сейчас мы реализовали в Facebook, создали группу, у нас уже готово техническое задание, полностью сформированное по этой кнопке SOS. У нас выложен открытый код, который можно комментировать, редактировать, дополнять. Код на QT C++ написан, то есть фросплатформенный. Нам еще понадобится помощь на этих программистов, поэтому ждем готовых побочных волонтеров или не волонтеров. В общем, это еще можно обсуждать, каким образом и в какие сроки реализовать дальше этот проект. Смысл в чем? Есть смартфон. Желательно, чтобы была эта кнопка, лучше всего вывести на экран вообще блокировки, чтобы не доставая из кармана, можно было ее нажать. Или вывести на, например, зажатые клавиши громкости вверх-вниз, как это делается на Samsung. Какие главные требования к этому проекту, к этой кнопке? Во-первых, точность определения GPS-координат. Если у нас в мобильную группу зашли не туда, то смысла в этом нет никакого. Второе, это скорость определения GPS-координат. Если она будет убить 15-20-30 секунд, то нас за это время могут успеть убить. Третье требование, это у нас наглядность. То есть с GPS-координатами, когда вы идете по улице и вам приходит смс с GPS-координатами, вы спрашиваете, вот и факт, да? Потому что вы не понимаете, что дальше с ними делать или понимаете, но вам это крайне неудобно. То есть адрес должен отображаться еще и в букве на числовом выражении, та улица, номер дома, хотя бы поблизости находящийся. И желательно еще ссылка на карту, на Google-карту с меткой, куда можно провалиться и увидеть, где находится человек. Дальше. Помимо того, чтобы вот в таком виде передавать координаты, на телефонные номера, на сервер, на email, важно передавать как минимум звуковой сигнал в режиме real-time. То есть мы звоним на приоритетный номер. Если не дозваниваемся, то пытаемся дозвониться на следующий. Когда человек берет трубку, у нас включается громкая связь, но Гудков и его алло, там, а что ты мне позвонил, мы всего этого не слышим, и те, кто рядом с нами. И последняя функция, коротко скажу, это передача аудио-видео сигнала короткими файлами указанной нами продолжительности на сервер и на адреса электронной почты. То есть мы одновременно собираем доказательства, например, нашей невиновности в том, в чем нас пытаются открыть. Окей, спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Это все уже реализовано? Кросс-платформная часть реализована процентов на 50. Вот это то, что мы успели за эти два дня сделать. Мы ждем еще программистов в нашу команду. Я думаю, что в течение месяца, как максимум, мы успеем, хотя бы для андроида, ну как до самого распространенного, если подключаться программисты, которые помогут для iOS реализовать это, то и для Apple тоже можно будет это реализовать. Главное, есть четко поставленное ТЗ, которое может помочь любой программист взять такой кусок и помогать. Окей, спасибо большое. Еще есть вопросы? Можно я? Пожалуйста. Вопрос. Вы в последнем предложении с вами говорили о передаче видео и изображении. Как вы себя представляете с нашим мобильным интернетом? Я себе это представляю с нашим мобильным интернетом таким образом, что определенные длинные файлики сохраняются. Если они могут передаться, то они передаются. Если они не могут передаться, то у нас хотя бы передается голосовой контент. И файлики эти должны быть достаточно маловесными для того, чтобы оно пролезло через не слишком быстро интернет. Файлы остаются на устройстве, и если у нас устройство целое, мы потом можем их оттуда вытащить. Или даже устройство не целое, оно удастся добраться до чекла. Здорово. Спасибо большое. Аплодисменты. Следующий проект. Следующий проект. Social group. И готовится вам бойко. Подходите к нам, пожалуйста. Доброго вечера. Наш проект, он имеет социальное спрямование. И он относится очень много не защищенных версий населения, которые живут в Украине. Сегодня в Украине существует, согласно законодательству, примерно 130 видов ПИЛ. Для инвалидов, пенсионеров, воинов, афганцев, и еще безучих категорий. Однако есть маленькие, но они не часто знают весь перелик ПИЛ, на который они имеют право. И самое главное в том, что государственные органы не помогают им с этим. То есть если мы зайдем на сайт Министерства працы и социальной политики, то, например, из 15 видов ПИЛ, которые могут отримать инвалиды первой группы, то есть в паралеку лишь 8. То есть 7 где-то, где-то, где-то. Но государство просто не зацикало для этого. Именно поэтому мы понимали, что гражданское общество должно взять на себя эту роль и создать ресурсы, на котором будут собраны все пильки для этих категорий населения, которые имеют на это право. Соответственно, за последние 32 дней мы реализованы середеей, и при ней директор Амбит. Я надеюсь, у нас осталось еще время, я извиняюсь, я буду вещать отсюда из-за маленьких технических проблем. За два дня мы разработали готовое рабочее приложение, которое вы можете создать с целью рабочего, можете перейти и оно будет разработать. Что мы сделали? Мы реализовали механизму, во-первых, механизму поиска субсидий, которые нужны конкретному человеку. При этом приближает заявление. Во-первых, он знает, какой у него статус. Соответственно, к этому статусу есть какие-то субсидии. Он с этим участником поведения действий нажимает и получает эти субсидии в список. Может дальше перейти более детально, посмотреть, что там более детально, куда тратить, какие-то проблемы заполнить и что нужно сделать. Второе, мы придумали механизм, но, к сожалению, у него такая лица реализована, с силой ограниченности наших ресурсов. Это если он не знает свой статус. То есть есть субсидии, которые не признают никакого статуса, потому что он ограничивает за какие-то показатели. Там вылет отхода, развил площади. И если он увидел площадь деревья, там, площадь 6, то кто-то его не разживет. То он выносит ему те воли, которые для него актуальны, для этого человека. При этом мы разработаем механизм как кухни работают. То есть у нас есть статус помощи. Мы можем создать статус помощи. Сейчас, дайте мне. Очень быстренько. Убираем цепи. И очень быстренько. Уже створена новая помощь. Теперь створим категорию граждан, которая имеет право на эту помощь. И, соответственно, в этой категории сделаем привязку. Категория. Собираем категорию. И выбираем две, мы можем выбрать несколько. Соответственно, мы там создали, что вы создали, в самом низу. Вот это мы создали. Такое красивое, красивое, с таким красивым названием. Где наша мышка? Вот. Создали ее. И все. Вот у нас появился. Нажимаем, и он нашел. Ура. Окей. Спасибо. Ура. 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 Работа про людей, которые используют пильги и могут этим пользоваться, но как вы думаете, сколько людей, которые используются мобильными додатками, насколько они смогут пользоваться вашим сервисом, как они в интернете себя чувствуют? Какой процент аудитории будет охоплений? И второе, что вы не думаете, что, на самом деле, что за НАТО у нас в стране есть разные пильги, какую-то категорику? Моя, собственно, дума, что нужно систематизировать, оставить какие-то, но что-то взглянуть вообще. И последнее, мы все имеем право на бесплатную медицину допомогу. Может, вы там тоже сделаете такой пункт, где все могут вернуться и написать, куда идти за бесплатную медицину допомогу? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Давайте начнем с самого завершения. То есть это прототип, который мы смогли сделать за обмежение. Реально часто было сложно сначала придумать, какой алгоритм будет этой работы. Конечно, его можно обработать различными сервисами. Додатково, возможно, создать какие-то шаблони, документы, что-то такое. Это, конечно, главная идея. Такая червона нитка, но еще до которой подальше будет развитие. Что касается второго вопроса? Кількости пильг. Вы знаете, это, в принципе, вопрос сложный. Я думаю, тут большинство аудитории погодится, что да, у нас есть проблема. Возможно, в точности никто не знает, но в целом 40 категории населения имеют разные пильги. Это включая судья, включая працевники прокуратуры и, конечно, инвалиды, эти люди, которым это действительно необходимо. Поэтому, конечно, это, конечно, потребует перегляд, но это немного не наша компетенция. И еще касается первого вопроса, то мы рассматриваем, что так, есть проблема. Люди, которые имеют, например, если они обмежены в своих возможностях, они не всегда умеют пользоваться интернетом. Однако мы рассматриваем перспективу сотрудничества с общественными организациями, которые занимаются именно допомогой незахищенным верстам населения. Они просто, вы не можете, знаете, когда на дождь уже как бы повисать, заходите вот тут и все пильги, на которые вы имеете право, но кто-то, возможно, сын зайде, возможно, внук зайде, кто-то бабусе допоможет найти все пильги, которые у них есть. Спасибо. Спасибо большое. Следующий проект. Вам зайдет и готовится к правду. Правда есть? Поднимите руку. Ага, окей. Добрый день. Наш проект, который вы можете видеть на экране, называется «Вам бойкот». Это сайт, который уже работает, вы можете зайти и посмотреть. Сайт называется «Вам бойкот.ком». Мета этого сайта – это позволить организацию поддержки бойкотов с шляхом перетворения бойкотов на интересный, социальный, багатый подъемный доступ. Бойкот – это метод борьбы, который полягает у из-за того, чтобы купить, найматься на работу, или работать с какой-то организацией или родиной. Это тоже связано с загрозой бойкотов. Путин пригрозил не пускать украинские товары в Россию. И, другим словом, Путин пригрозил бойкотов украинские товары. И Янукович, естественно, сразу извлекался. Это грозило большими экономическими втратами. То, что Европа была готова эти втраты перекрить, и почему Янукович не использовал себя «Допомогой Европы», это уже иное вопрос. Отже, если бойкоти такие эффективные, чему их так редко используют? Потому что есть проблема. Их очень тяжело организовать и поддерживать. Чему их тяжело организовать? Есть много причин. Например, нет альтернативы товара, который мы хотим бойкотовать, а альтернативный товар, который очень дорогой. Даже если есть альтернатива и она не дорогая, то есть и другие проблемы. Проблема отсутствия информации про прогресс бойкотов. Людина, которая принимает участие в бойкоте, не знает, сколько других людей бойкотируют эту компанию, и чьи усилия на бойкот имеют сенс. А, возможно, она просто даремно отключает свои усилия на этот бойкот. Если вы решите эту проблему с высотностью информации про прогресс бойкотов, то бойкот будет вам набирать больше шансов на успех. Чтобы решить эту проблему, мы создали сайт «Вам бойкот». На этом сайте человек может зайти и присоединиться к бойкоту, который уже есть. Он может создать новый бойкот. Мы присоединились только правильно к бойкоту на Трабанк. Мы можем сразу поделиться на Facebook. Все мои друзья будут знать, что я присоединился к бойкоту на Трабанк. И сразу кликнуть на линк и поделиться, что... Ну, перейти на этот бойкот. Видно подписи. Есть два подписи сейчас под этим бойкотом. Можно ставить комментарии, можно делать дискуссию. Досвід стаёт интересным. Правильно? Досвід стаёт социальным. Можно шарить это все, делиться над этим на Facebook. У нас уже влезли. Я просто... Дякую. Вопросы. Люди самі. Тут, может быть, кнопочка «Створить бойкот». Давайте сейчас творим бойкот. Я буду рассказывать, а... Какой у вас есть свой бойкот? Я пропоную... Я пропоную забойкотувати піцепер. Так, очень популярная... Управление для бойкотов. Следующий день. Вопросы. Вы очень сложно думать, когда вы сказали про прогресс бойкот. Я пропоную, когда появляется информация, я понимаю, что воно появляется периодично, но за час бойкотов выкладываете, например, тренд падения, продажей людей или иначе? Это супер. Это новины. Так, их можно давать в коментаре. Додать лишь в полиночку новин. Но тут есть решительники бойкотов. То есть, вы сразу видите, сколько людей бойкотируют. Нет. Падение и продажей тоже не есть. Вот, пожалуйста, следующий вопрос. Например, я пришел на какой-то магазин и написал бойкот. Как вы защищаете компанию? Честная? То есть, от того, что... Ну, понимаете, это хорошее вопрос, но это нечестный бойкот. Я считаю, что нечестный бойкот просто будет непопулярным. Ну, хорошо, вы создали бойкот, но большинство людей знает, что это хорошая компания. Они просто не будут это поддерживать. Компания также мает возможность рекомендувать. Последний глядов вопрос. Скажите, пожалуйста, при достигнении каких показателей вы можете сказать, что ваш проект действительно успешный в социальной сфере Украины? Ну, я думаю, что... Какие люди должны понимать? Скажем так, сколько в Киеве людей не поддерживают партии Родионов? 85%? Ну, я им отвечаю. То есть, 3 миллиона людей в Киеве, если придется к бойкоту, то эпицент сразу закриется через месяц. Правильно? Ну, это я совсем пораховал, только что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас логин через Facebook поломался? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда вы создаете бойкот, то есть условия снятия бойкотов. Вы пишете, когда вы сняли бойкотов, из каких причин этот бойкот существует. Вы можете дать линк на сайт с документальным подтверждением. Добрый вечер. Я буду на русском языке, мне быстрее так разговаривать. Мы сделали сервис-траблер аналог россиямы, украины, но с украинским акцентом. Мы выделили все направления, которые могут быть проблемой. Это торговля, строительство, аварийное состояние, дороги, велозоны, ЖКХ, другое. Выделено все. Есть возможность русского, украинского, английского языка с переключением. Мы сделали ландфайлы, которые у нас выделены на пользователей. У нас добавлена карта проблем сверху, где мы можем посмотреть, где находится проблема на карте на данный момент. Можно при открытии событий второй вклады просто открой. На самый верх. У нас проблема, это фотографии с места проблемы. То есть в данном случае это отсутствие тротуара на улице, которое действительно у нас отсутствует. Сбоку, наверное, у нас есть действия расшаринга, действия голосования, где вы выбираете, если есть минусовый рейтинг. Ключевые слова, обращение к власти, ответы на обращение к власти, возможность ответа юристов, либо представителям каких-то сил, ниже прокручивают. Есть у нас заметки, у нас есть карта, где привязана локация к конкретной проблеме, ниже прокручивают. У нас есть комментарии, где можно добавить комментарии через любую социальную сеть. На самый верх, поднимись. А, вот, управление. У нас есть уже админка, где есть пользователи посты и жалобы. Добавитесь посты, которые добавят. Добавят, самая элементарная форма, это проблема ключевых словах YouTube. И заливка фотографий, либо указание адреса, адрес может браться сразу с фотографии. Есть мобильная версия, сайт уже рабочий, вы можете все дойти и посмотреть, как он работает. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы агентируете сетью? Как вы агентируете сетью? АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, как вы заставите чиновников реагировать на вашу информацию? Мы не совсем чиновников, в первую очередь, агентируем в том, что у нас оставляют тату пост. У нас есть возможность прикрепить жалобы, которые может сам пользователь отправить, либо другой пользователь, прошедший на этот ресурс. То есть, кого вас волнует проблема, вы отправляете ее друзьям, отправляете себе, расшариваете. Есть возможность прикрепления документа, есть возможность ответа к прикрепления на этот документ. Окей, а кто будет решать эту проблему? То есть, все или вы узнаете? Сами люди, то есть, общей массой. А с вами закапывать? Нет, а оставлять обращения и искать, кто эту проблему может решать. Служба 1151, знаете ли? Знаем только. Обратитесь к ним и добавьте исполнительную часть. Вы проверяли когда-нибудь эту службу? Можно в течение полугода отправлять им заявки, а они просто их не реагируют. Это исполнительная власть. Дайте им возможность пользоваться вашими инструментами и вы получите исполнитель. Сайт работает не только в Киеве. Да, он работает, кстати, на все регионы, а не только на Киеве. А что же ты? А вот, собственно, вот это вот и сделали. У нас был набросок общего вида, как бы, на сайте, и была приблизительно набросанная концепция. Супер. Я просто еще одну заявляю. Ура! Какие авторы тоже делали? 5 года назад люди сообщают, но никто ничего делит. У нас не только дороги, у нас все проблемы связаны. Ну, так, тут в том-то вся и проблема, что некому решать все это. Да, 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 да. Если можно, то вы все под названием правительства. Окей. Еще два. А ты подкри, пожалуйста. У вас нет категории проблем под названием правительства. Можно? Дальше. Допрос. Как называется JavaScript-рейнер для тех блочек, и на волне стоит? Как называется? Да. Хорошо, потом подавайте. Следующая разница. Да. Извините, я не понял, это так, да? Вот я сделал какое-то обращение, который шаблон, куда я его буду отправлять, и как я получу ответ, и насколько эффективно будет вот это? В первую очередь вы освещаете события любой проблемой. То есть вы отправляете проблему кому-то? Кому-кому? Вы отправляете на сайт. На сайт, на сайт. Дело в том, что все проблемы, которые у нас есть, мы не видим решения, потому что мы не знаем, каким образом их влучать. Если алгоритмы эти завести сюда, то, а это следующий шаг, это привлечение юристов, разработка юридических свободов и лоббирование, извините, интересов граждан по конкретным вопросам. И эти алгоритмы распространять можно любым методом, в том числе и прописать четко на сайте, дать шаблоны юридических обращений и на этом решение. Люди должны знать, каким образом отстаивать свои права. Они не имеют этого функционала. Есть яблоко на дороге. Я не могу сказать, что это надо. Как? Извините, пожалуйста, можно вопрос? То есть, насколько я понимаю, этот сайт – это возможность заспамить юридически правильно оформленный мир. Вот, именно, именно, именно. Не заставить их действовать. Нет, с памятью, это главное, надо выбирать, или нет? Мы можем отжать два попросения, и потом выдаем копии всех этих попросений, которые будут присутствовать. Время готово, спасибо большое. Поехали! Молодец! 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 Это Малек! У нас есть неформальное название, которое отражает суть кикстартер-лавочка. То есть, мы хотим создать кикстартер, который позволит людям строить лавочки вокруг своих домов, в том числе и другие какие-то мелкие объекты. У нас люди не привыкли работать сообща, и у них там часто зона комфорта заканчивается дверью квартиры. Там лебедя говорил о том, что вот, к сожалению, почему подъезды такие грязные, потому что это уже не наше. Мы решили сделать проект, где человек, зайдя в наш проект, может увидеть, какие проекты рядом созданы людьми, и поделить деньгами, поспонсировать создание этой лавочки. При этом мы решили, вот так выглядит. Реально у нас на момент старта не было ничего. Даже в КЗ писали мы там в начале. И по факту, у нас есть два сайта. Просто можно увидеть два логотипа. Один логотип. Вот этот логотип рисовали донецкие ребята. Мундрейкер. Огромное за ним спасибо. Молодила. Рисовали сегодня ночью. И по факту, зайдя, вы видите проекты. Вы можете аранжировать их по тому, по этому проекту. Допустим, кто-то строит памятник, кто-то детскую площадку, кто-то вместо выгула собак хочет организовать. И после чего спортируете. Вот так выглядит iOS-версия. Несмотря на то, что у нас в команде один из сильнейших программистов под Android, кстати, который написал, кто знает, соцприложение для журналистов для Украины. Но пока у нас есть только оба занят доработкой ночью этого сайта. Поэтому Android-версии пока нет. Есть только iOS-версия, где вы можете, нажав здесь, просто убрать или включить категорию тех объектов, которые показываются здесь. Вот. Пока связка между мобильным приложением и сайтом не работает. Сайта у нас два. Один из них, спасибо огромное, написал Сергей Кириллов, тоже ночью. Ну, то есть, Владислав, один сайт на бетоне, один на открытой платформе. Ну, вот как бы и все. Какая платежная система и как я мог быть уверен, что мои деньги подтверждили? Да, платежная система, платежная система, платежная система, платежная система. Так же, как на фиксаторе. Если деньги столько, то деньги возвращаются. Деньги человек не получает, только если даешь полностью. На фиксаторе, да. Дальше. Еще вопросы? Все вопросы нет? Все будем в своей палочке. Скажите, если нет возможности помочь дикам, и приложение есть, хочется помочь? Вы как? Ну, как я писал, если можете писать в комментариях, что вот я готов участвовать, или там, может, будет, ну, как через обратный связь можно договориться и помочь. Окей. Мы хотим еще ввести базу тех людей, которые исполнители. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Следующий проект. Хатер Центрии. Его говорится спильно. Давай 2-0. Ну, собственно говоря, мы где-то, в какой-то степени отвечаем на вопрос, а что делать, если вам за ваш проект не платят денег. Наш проект посвящен тому, что если у вас есть идея, причем эту идею вы можете генерить, ну, любители поговорить могут генерить идеи. Любители поговорить и сделать могут эту идею довести до воплощения. То есть, кстати, я предлагаю тем проектам, которые где-то родственные с нами, когда, ну, вот мы не так быстро сделали сайт, мы его поднимем, поменяться баннерами и строим какую-то партнерскую сеть, потому что наш проект рассчитан на то, чтобы идею воплощать в жизнь. И это может быть... Лавочка. Лавочка. Лавочка, да, кстати. Мы там лавочку делим пополам, потому что мы ее обсуждали на процессе раздела этих проектов с Алексеем. Итак, есть название идеи. Хочу лавочку. Вот там хотят. Значит, что я могу? У меня есть идея, которой я хочу поделиться, узнать ваши к ней отношения. Эту идею можно рейтинговать, и тогда идея, набравшая наибольший процент социально активной, она движется вверх. Регистрацию идеи я регистрирую с описанием. Я могу какую-то чужую идею, мне нравится эта идея, участвовать в ней либо деньгами, либо разработкой этой идеи до приведения ее в состояние рабочей, либо я принимаю в ней участие. Ты делаешь то, что я готов поддержать, давай делай это вместе. То есть, этот принцип тоже как бы лежит в основе. Я иду по улице, но тут мы где-то корреспондируем со следующим проектом. Я вижу идею, я эту идею могу запустить. Спасибо большое. Вопросы? А чем это отличается только идея? Это малая идея. Малая идея. Мы, что мы делаем? Мы берем идею и не только, как сказать, берем за нее деньги, да? А мы эту идею реализуем с помощью ресурсов, которые у нас есть, которые мы можем собрать бесплатно. Ну, у кого-то есть вводи, да? То есть, мне за то, чтобы сделать вкладочку. Понятно, да? Еще вопрос. А вы что это писали? Как? На чем вы писали? Коль, на чем мы? Я не кодор. На Яре. На Яре. На Яре. На Яре и есть мобильное приложение уже. Да. Сейчас вопрос есть, пожалуйста. Будут ли как-то модерироваться идеи? Потому что в данный момент у нас может быть несколько сотен тысяч идей на вашем сайте. Идея, да, идея может быть повиснуть, повиснуть, кто-то запостил там, хочу на Марс, да? Ну, пожалуйста, пусть продолжает хотеть. Или идея построить вкладочку. Эта идея может получить воплощение, да? То есть, мы вешаем идеи, которые есть, да? Доводим их до проектных идей, создаем проектные команды, воплощаем идею до кейса. Причем, особенность этого проекта предполагает, что идею мы описываем, и потом эта идея, которая реализована, может быть подхвачена с какими-то изменениями кем-то другим. Вот у нас есть конкретный проект. То есть, мы сначала в оффлайне собрались и в концертах собрали картины бесплатно, да? Кто-то сейчас в Киевском концертах, кто-то хочет эту же идею, идею для больничных, картина для больничных баллов, называется «Краски жизни» реализовать в Харькове. Ну, вот поэтому, в принципе. Мы не успели показать, есть мобильное приложение, уже практически работающее, единственное осталось его прикрутить к сайту. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. notamment на мой канал, сегодня я judging humanitarian stats у нас в Болу. И сейчас я думаю, что эта платформа ещё открытой тебе станет. Вот так случилось, что у нас сегодня выглядит немногоプлcont eksperk. И dia Light Thursday 28. Но алгоритм, каким образом запускать видеоновости, мы обучаем людей и благодаря этому алгоритму мы делаем телемосты, как мы это называем, между разными городами. С первых дней Майдана, еще до 30-го числа мы объединяли Майданы Мюнхена, Берлина, Киева, Англандама и еще многих городов мира. Но мы всех обучаем, как делать стрим для того, чтобы вы сами стали репортером. И такую платформу, чтобы еще вы сами и писали новости, и это все объединение такой... Открой свой траплер. Ага, не первый. Да. Вот как объединить это? Это процедит платформа, которая, я надеюсь, это будет достаточно быстро доработана и вживлена в то, что есть на данный момент в принабачении. То есть мы еще более открыто, спильно будем творить. Спасибо большое. Хотелось бы задать одну заметку. Вот данный движок уже сделаны Android и iOS приложения, которые, в принципе, я могу дать кому интересно посмотреть. Понятно. А установить дадите? Могу, в принципе, дать после презентации, чтобы не отвлекать. Не все сразу. Я готова. Какой модель финансирования с принабачивания вы видите на ближайший год? Ну, на самом деле, мы устойчиво гражданский проект. Мы не принимаем большие финансирования по одной простой причине. Мы не принимаем финансировать политических партий или политиков. Мы есть гражданская платформа и поэтому, ну, возможно, данные, но я не думаю, что они решат проблемы даже на нашей технике. Пока что мы финансируемся только гражданами. То есть свободные донейши. Спасибо. Следующий проект. Сошел. У-ху-ху. Сошел гидрилен. Валера. Добрый вечер всем. Смотрите, мы осмотрели сегодня только же политический корпус. Наша команда находится, наверное, где-то с позиции Бахат-Маганди, да, Бахат-Маганди, да, Бахат-Маганди, да, Бахат-Маганди, да, Бахат-Маганди. Поймите, ведь у нас есть все средства для того, чтобы создать новую страну. И для этого нам осталось только один, сделать небольшой инструмент, очень качественный, если можно. Смотрите, мы понимаем, что социальные сети имеют ряд преимуществ. Это очень быстрая связь внутри сети, очень быстрая передача идей, очень классных смыслов. То есть, если я гидрилю красивую идею, я получаю распространение. Но что получается? Мы находимся в темной комнате, луч света, через которую зависит от количества наших фрагов и групп, в которых мы находимся. То есть, грубо говоря, о какой-то проблеме инициативе я сообщаю случайному количеству граждан. Это скорость, это хорошо, но низкий КПД и сменение реальности. Мы будем вводить очень интересные новые интернеты. Поскольку я, например, отношусь к реальности к определенной игре, я попробую вам дать возможность, по-моему, по-моему, читать немножечко, и объяснить, как будет работать этот инструмент, о котором мы говорим сейчас. Смотрите, мы расширяем возможности стандарта. Например, если все знают ForcePay, давайте немножко расширим функции чекина и дадим возможность гражданину объявить об объекте, либо же ситуации, как о неком объекте виртуальной реальности, в которой есть определенные свойства. То есть, это объектно-ориентированное изменение реальности. То есть, если вы меня поймете, да, вы, возможно, будут вопросы к вам, да. То есть, мы задаем вот этому чекину определенные свойства. И у каждого гражданина будет этот инструмент. Под эти свойства мы можем получить отзыв общества, или же другого гражданина. Это в реальном времени, на глобальной, многоуровневой, ну, многоуровневой группы, если не надо. Примерно так. Если можно, еще одну секунду. Ну, в принципе, здесь принцип одна. Мы сделали слайд, мы расширили его возможности у Шахиди. И сделаем сейчас принцип, попробуем сделать первый тестовый запуск виртуального магазина, которому необходим работник, ну, для того, чтобы он, у которого есть вакансия работника. Сейчас мы попробуем сделать это. То есть, в определенном месте у нас нет, пока мы с ним не реализовали приложение на Android и iPhone, но принцип, мы сейчас поймете. То есть, мы будем строить эту реальность очень красиво, соединяя виртуальную и реальность туда. Здравствуйте, я вам и вам показал то, что распространение получает новости не только хорошие, но и всякие вбросы, и все подряд, и количество мусора просто нереально. А ваш сервис предлагает его еще больше расширять. Как и с ним будет хорош? Смотрите, все очень просто. У вас есть такой же выгод, как, например, в Форсфере. Вы занимаетесь модерацией. Проверьте инструкцию, вы будете пресекать. Более того, в сети социальной, если вы сейчас запустите как-то деструктивную идею, вы сразу же получите негативные отцы своих друзей. Да нет, так это не работает. Даже, ну, постят все люди, и мои друзья, в том числе. Ну, конечно, если вам это будет интересно, будете находиться на этой волне, на этой карте. Это многое, вы, если кто понимает, ну, вы не понимаете точно, это горосфера Вернавадского в чистом виде. То есть мы попробуем ее реализовать. Примерно так. Это очень глобальный проект. Я понимаю, что это не проект как Афтона, но мы вынуждены об этом сказать. Еще вопросы есть? Вопросы? Окей. А, да. Ну, тут, я уже говорил, что тут нужно, для того, чтобы система работала эффективно, нужно действительно ответственность всех пользователей этой сети. И чтобы мы знали, что это только лайкает, не заранее подтверденный, не постоянный факт, обязательно это все равно нужно рейтинг не снижать и вообще вводить в исключение. Абсолютно. Абсолютно ответственно. Смотрите, вот сейчас, если вопрос ответственности в социальных сетях, сейчас не стоит по выборской причине. Потому что мы не понимаем, примерно, влияние негативного посла на те события, которые будут происходить. Здесь же влияние негативного объекта, который захочется воспользоваться, очень великое. Поэтому ответственность здесь очень важна. Спасибо большое за вопросы. Аплодисменты. Следующий проект. Проект Мистя. Да? Есть, готова? Снимай. О! О! Всем привет. Стреть Мистя. О! Окей, я чувствую. Стреть Мистя. Це геосервис, на якому позначається... Окей, тут ви можете бачити. Різні офиси, адміністративні будівлі, також будинки, дачі... Ти куди? Я не знаю. Водинки, дачі і маєтки людей, чиновників і різні такі цікаві місця. От, раніше, ми були на углу картах, але вони дуже обмежені. Наприклад, ми не могли бачити повний список. Також зараз не видно, але є насправді по категоріям фільтрація. Є пошук по ключовому слові. Також ми додали можливість додати місце юзерам. Тобто, юзери можуть добавляти місце якесь цікаве. І потім, якщо адміністратор це все опробує, то воно з'являється на карті. Так, далі ми плануємо ще позначати акції якісь політичні, які будуть проводитись. І взагалі такий геосервіс для Майдану. Все, що потрібно, щоб було позначено на карті. Дякую за перегляд. 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 Окей, спасибо большое. Макс, у тебя был вопрос? Нет? Еще есть вопросы, ребят? Окей, спасибо большое. Аплодисменты проекту. Выступает Charity. Charity. А вы уже готовы, да? У вас будет все хорошо? Да? Идем? Нет? У меня маленькое объявление, на самом деле. Я уже с несколькими участниками как-то давно переговорила. Объявление, что я. Первое. Поскольку я есть координатором сейчас Викторитого университета Майдана, победители, а может быть, пять лучших проектов с Хакатона, завтра в пять часов презентация на Викторитом университете Майдана. Номер два объявления. Смирновача мне делает сейчас больше десяти языковых версий на разных языках мира. К сожалению, мы не успеваем перерабатывать сайт, нам нужны дизайнеры на татаке, на фейсбук страницах. И мы решили для того, чтобы быть более оперативными с одной стороны, с другой стороны, объединить граждан, которые хотят другое иметь, предложить этой тусовке, которая сейчас сидит на Хакатоне. например, после 14 января, собраться на Хакатон, который будет звучать так, какое медиа нужно гражданскому обществу и вместе его создать. Так, еще готово? Человеки? Сейчас, секундай. Так ждем, так ждем. Последний проект, да? Да, последний проект. Всего-то. На следующий этап мы справились. Желаю удачи в выступлении. Всем привет, меня зовут Ваня. В отличие от всех предыдущих проектов, мой проект будет немножко аполитичным. Хотел задать вам вопрос. У кого из вас дома есть вещи, которые вы уже давно не носили? Или, например, игрушки ваших детей, которые вы уже никогда не будете использовать? Поднимите руки. Окей, хорошо. Но на самом деле почти у всех. О чем этот проект? Два месяца назад мы провели такой себе эксперимент. Автор этого проекта, Виктория Бондарь, запустил он в фейсбуке Мэзер, что она заедет к каждому из вас, заберет ваши вещи и даже привезет печенье. Только вы его соберите, эти вещи, и отдайте. 84. Это количество людей, которые согласились отдать это вот после этого месседжа. 600 килограмм вещей мы собрали, развезли вместе с ее друзьями. Де друзья активно подключились к этому. И за 20 дней все эти вещи были доставлены в один из центров Капитас. После этого мы поняли, что нужен инструмент, который бы помогал этим людям, которые готовы помогать, которые готовы нести вот этот вот свет, да, и помогать детям, помогать бездомным, сделать инструмент, который бы их совмещал. Вот. Сейчас я бы хотел продемонстрировать, как это сейчас работает. Есть сайт. Мы сделали его немножко раньше. На этом хакатоне мы его доделывали, фиксили баги. Вы можете зайти на этот сайт, зарегистрироваться через одну из сетей. Например, через Facebook. У всех, я думаю, есть профиль там. Грузится. Ну, окей. Там было две надписи. В мене є речи, и в мене є машина, да? Да, и в мене є машина. Так, то у вас... Ай-яй-яй-яй! Апаздывай! Давай, займайся на вопрос. Значит, вы регистрируетесь, здесь заполняете форму, и вы появляетесь на карте. Следующее, что мы сделали, мы сделали аппликейшн, потому что, я думаю, у всех здесь есть смартфоны, и через эти смартфоны вы также можете зарегистрироваться. Вот. Точно такая же аппликейшн. Так, окей. Вот. И помогать, 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 помогать. Я бы хотел, чтобы вы сегодня подумали об этом всем, и когда придете домой, сохраните эту ссылку. Сейчас. Charity.org. Окей. Вопрос. Есть вопросы к проекту? Ребят? Вопросы? Есть желающие поделиться вещами? Как часто? Отлично. Записывайте ссылочку сразу. Записывайте лин и регистрируйте. Все уже работает. Спасибо. Окей, боже. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нашу Цибирь и код, а вам СССР МАСИМЕНТЫ Так, где мы, как раз, МАСИМЕНТЫ Теперь, что, вопрос? А можно представить проект, которого нет, к сожалению? Прямо оттуда, да? В принципе, можно и отсюда. На самом деле, есть настоятельная необходимость вот в чем. Существует пятая, по праву, пятая составляет Конституции Украины, которая говорит, вы все знаете о том, что источником власти есть народ. Не существует механизма реализации этой власти. Не существует понятие, что такое на самом деле народ и какую цифру народ у нас вмещает. У нас есть одно место в законодательстве Украины, где можно понять, что же такое народ и какая же это на самом деле цифра. Я вам предлагаю все-таки... Ну, это больше похоже на начало какого-то длинного рассказа, нежели на результат саказа. Но я просто... Убедите... Если можно, давайте просто так вот мы закончим. Да, собственно, Даш, мы подошли к каналу нашего хакатона и сейчас мы должны определить... Точнее, не мы, а мы должны определить три проекта, которые вам понравились больше всего и которые вы считаете самыми интересными, самыми перспективными, которые получат любовь, признание и даже призовую фон наших партнеров и спонсоров. Работать это следующим образом. То есть мы по очереди голосуем за каждый из проектов. Если вам проект понравился, вы поднимаете руку. Если не понравился, вы не поднимаете руку. Вы можете голосовать за каждый проект, да? Каждый из проектов, да? Кроме своего, ну, да. Соответственно, если вам понравилось, там, пять проектов из восемнадцати, вы их пять раз поднимаете руку. Если больше, то больше. Если меньше, меньше. Вопросы есть? Да, да. Что для комиссии будет? Что для комиссии будет прямо онлайн? Прямо в эфире. Иди на бойкот. Так, и держим. Так, отлично. В пятнадцать. В пятнадцать. Да, да, да. В пятнадцать. Ниже, не там, не там, не там. Ниже, не там. Вот корруппы. Извините. В тресенье. Препрессии. Препрессии. За корпору вывести пока не поздно. О, поекопос. Я смотрю. Отпустай, отпустай. Не считай зеленого. Еще раз, ребят. Снимай проект. Поднимай, поднимай. Поднимай проект. Там, где были четыре квадранта и... И водитель. Поведение. Мало, мало. Да я в программе. Тридцать три, а на что? Двойной присед, видите? Ну, плюс-минус, да? Что? Тридцать три? Заемо волосы. Тридцать три. Все тесно, все справедливо. А вот паспорт, товарищи. Треба носить стопу. Три волоса. Это про что было? Что? Три волоса. Три волоса. Ребят, поднимитесь. Да. А, поисбук-приложение. Поисбук-приложение. А, да, поисбук-приложение. Мы можем голосовать, да. Да, и там спасибо, и рейтинг по спасибо, да? Да, рейтинг по спасибо, и депутатам... Так, вот так. Поднимайте руки. Поднимайте, держите, пожалуйста. Потому что не видно сцены. А вы сядьте уже, сядьте, я бы не видно. Завалей. 25 последний поднялся. 25, да. Еще один... А ты считаешь, что... Так, майдан 2.0. Это презентация со структурой майданов. Майдан 2.0. 14. Да, там еще кто-то в последний момент поднял руку, да? Левушка, вы? Это девушка-инутка. 14. Так, Сыла Мельгенев. Поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы вас видели, вам все помнили. Так? Голосуем. Голосуем. Так, все помнят нашим проект, да? Аппетития. Аппетития. А, аппетития. Поднимай ручки. Супер проект. Макс, у тебя что-то с рукой. Так, иди. Ищенко. 34. Нет, ты был 21. 34 заняли. 65 лет. 34 лет. Пока не думаешь, как полиция. Так, ну мы, Суспильный Мишек, нам не волосы, или как? Нет, Суспильный Мишек сразу следующим считаем. Но они просто после выступания. Поднимитесь, пожалуйста, Суспильный Молос. Так, что взял проект. Да. А в чем проект? А в чем проект? Вы про голосование, система электронного голосования. Электронное голосование. Да. Да. Так, окей, голосуем. Суспили? Чипы, чипы. Голосуем. Электронное голосование, пожалуйста. Вы проехали президенты и вакуумные рады. Через чипы. Да, да, да. Всем по чипу. Вот, смотрите, сколько. По чипованию. Суспильный Молос. Суспильный Молос. Суспильный Молос. Так, давайте сейчас поднимем руки, держим, окей? Так, я не вижу. Ага, так. Начинаем. Суспильный Молос. Суспильный Молос. 13 человек. Кстати, у депутатов, у них включат фильмы, у них есть айфоны. Это ваш целевой альбитут. А что так, как верят? Вам бойкот. Вам бойкот. Бойкот, бойкот. Ты с вами видел, что с 9, да? Поехали. Левый берег, да. Тридцать пять. Тридцать пять, да? Да. Мы не финалистов. Я еще раз прочитаю. Будем решить, да. Финалистов, капитально перечитаем все. Конечно. Трабля. Трабля. У Ямы, У Ямы. У Ямы. Считаем. У Ямы. Поехали. У Ямы. У Ямы. Уф. Хм. Хм. Давайте пересчитаем. Ребята, давайте, ну попробуем, кто-то опускает. 6.45, пишите, пишите. А вы пишите, пишите, пишите. А вы пишите. 45 страны. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что было? Кстантин, пожалуйста, вспомнили. Чье дело? Дело-то чье? Так, лавочки, приложение японцы, собираем денежки. 38. 38. Молодила, 38. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТЕЛЬНЫЙ МАЭК Это молодила и коллективный завал. Подожди, нет, он уже спорит. ХАТА В ЦЕНТРИ ХАТА В ЦЕНТРИ ХАТА СКАЯ, ХАТА СКАЯ Это для тех, у кого ХАТА не СКАЯ Да. О чем был проект? Стоят Малыш. Да, просто про идеи любые, не только лавыш. Так, любые идеи поддерживали и не поддерживали. Окей, ХАТА В ЦЕНТРИ Идеи, проекты, команды, кейсы, кейсы, реализация. Воображай. Окей. Хата в центре, возьмем ручки, кто даст. 10? 12. Окей. Хата в центре, 12. Спирина ТВ 2.0. Это платформа для, скажите... Спирина ТВ 2.0. Спиринка из обезьян. Окей. Про дорожную листика. Поднимайте, пожалуйста, повышенную руку. Палец не считается, ребят. Честно. Даже средний. Ну, что это такое? Ну, это не рука. А если две руки у меня? Пойдет. Пойдет. Я представляю, что она пишет киселек, да? Давай, не националисты. Доброе-четыре. Доброе-четыре. Это... Три института. Социальный гиперлинг. Будь ласка, перейдите, чтобы я вас запоминала. Так. Бои-бои-бои. Инструмент. Инструмент. Все, это инструмент. Социальный гиперлинг. Поднимайте, понимайте, чтобы мы вас видели. Сейчас... Вернадский. А, Вернадский. 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 Окей. Поднимаем руки, кто же социальный гиперлинг. Вы что, Валеру не любите? Чемвернадцать. Страйк-местя. Поднимите, пожалуйста, кто это? Страйк-местя. Кто говорил? Вставайте, чтобы мы вас видели. Ага. Ага. Ама я, если на то, что мы не собираемся страйкувать? А, леса, телефоны, яркие, место, сборки. Да. А, вот эти ребята страйк-местя. 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 Двадцать пять. Страйк-местя. Аааа. Мы не забудем. Удившим. Кластер интеллект с экономикой. Ааа. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Окей. Шесть. Пиши семь. Пиши восемь. Так, Павел, ты будешь его делать. Аааа. Руководство о ненасильственной борьбе. Покажись, пожалуйста, нам. Так, книга, которую будем расшаривать и распечатывать. Уже скачали. Что? Уже скачали. Здорово. Отлично. Итак, считаем. Считаем по числу скачиваний. Аааа. Да, много. Это надо бы победить. Скорее. Страйк-местя. 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 А там Байкот есть книжки? Да, есть. Тогда я подниму. Ааа. Тогда не подниму. Тогда не подниму. Я мог бы опекировать. А плечей где-то, по-моему, спина там прискочится. Что происходит? Ребят, у нас раз в десятку. Давайте еще раз. Извините, да. Не делайте, пожалуйста. Итак, все сейчас подняли руки, кто за руководство о ненасильственной борьбе. Держим. Поворачивай камеру. там больше цифру старшим. 40 в среднем 40 в среднем 40 Руководство по медицинской борьбе 40 Еще детей Возможно отвести вещи не нужны Куда-то в пользу Так, держим высоко Руки, пожалуйста Отпустил только что Я видела, все, поднимай обратно В повещении от нищеброда Я все Все заберу Приятного Я все Все заберу Не там А? У вас так 40 Могу У 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 Третью пятерку. Шесть и соревнования. Подножаем. Ну давай уже, чё там. Вечерк, в принципе, только на шоце. Вечерк перестаём как-то в том же. Значит, если вы заинтересованы за голосование, отправьте, пожалуйста, смс. И так, ну, голосуем за пять проектов. За шесть. И выбираем тройку лидеров. Поехали. Черри Тим. Вы с того руку понимаете, что так не канает. Смотрите завтра на первом канале. Фашисты волосы. Фашисты волосы. Слышно мне, пожалуйста, не пугается. Фашисты волосы. Фашисты волосы. Фашисты волосы. У нас пятьдесят пять голосов. Даже дизайнер ушёл. Аплодисменты. Так. Последняя. В пифре пятьдесят пять. Куда её писали, да? Там же справа, там место будет. Хорошо. Пятьдесят пять. Тина, коллективная безопасность. 45. Коллективная безопасность. Кстати, когда вы же нас вспомнили. Три кнопки, да, одна. Кратная кнопка, которая делает, приводит ее в безопасную. Поехали, считаем. Высоковочки, понимаете? 33 голоса. Коллективная безопасность. А у них дизайнер. Что было? Три голоса. 55, 33. Хорошо начали. Траблер. Траблер с ямами, зарядками, любыми жалобами, которые у нас есть на окружающем среду. Поехали. А, надо 28. Траблер. 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 28. Сануэр, ну, последний. Так, Малая Дива. Лапочки. Приложения. Краудфандинг. Поехали. Голосы. Ну, тридцать. Ну, тридцать. Три? А я тебя не считала. Тридцать. Тридцать малое дело. Маркера вообще не видно, но там тридцать. Мне кажется, что для нас мы еще тянем три бро. Наши стыльно малое дело. Тридцать. Тридцать три. Ну там видно. Окей, стыльно трес два мы. А куда все ушли? По дизайкам. Отечество. Помогите. Тридцать девять. Аплодисменты спину ТВ. Тридцать девять. Аплодисменты спину ТВ. Тридцать девять. И последнее. Руководство по насильственной борьбе. Распространяем, печатаем книжки. Голосуем, да? Высоко поднимаете ручки. 20, 27 у меня. 27. Рейтинги, да. Так, все получается. Раз, два, три. Раз, два, три. Утого вы были на Нимпеславе. Продавшие голоса. Итак, что это? Что это? Коллективная группа по площади дизайнера, правда. Коллективная чуть не прочитала. Без сурбурти. Коллективная дезапарта. Третье место. Хорошо, аплодисменты. Расскажите о своих дальнейших планах. Куда бежим? Что делаем? Какая нужна вам помощь? Прощать медленно. Вопросы повторить? Да, пейте его микрофон, он уже не контролирует. С дальнейших. Салюта не контролирует. Планы. Допилить клиентскую часть, чтобы она работала на все популярные устройства. Выложить ее ввод в открытый доступ, собрать команду по ее развитию. Допилить серверную часть, выложить в открытый доступ, с тем, чтобы протокол общения был открытым, ну и стандартным. Можно? Перевожу на русский язык. Программистского. Я думаю, первая часть спича была понятна, теперь по поводу второй части. Мы хотим добиться того, чтобы любой диспетчерский центр, который готов оказывать помощь в любом городе, или даже несколько диспетчерских центров в одном городе, могли работать на единой платформе по единым алгоритмам с помощью нашего движка, который мы пропишем в ГАСАЙТе. Круто. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо. Донейшинг туда. Вот, первым донейшингом в вашей команде, это силы инвестиций. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пожалуйста, на развитие. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На самом деле, люди, действительно, давайте соберемся и хакнем информационное пространство и сделаем так, чтобы все граждане имели возможность делать свое медиа, свои новости, сделать это на единой платформе, тогда мы действительно будем иметь свою реальную картину мира в Украине. Нам всего лишь на всего надо заработать этот стиль, но... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что ж, какая мысль-то есть? Пре-пре-пре-пре-пре-пре-пре-пре-пре-пре-пре-сид. О, амешин, да? Да, да. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На какой-то кусок камеры нам хватит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И победители! — Иван Каверотов! Молодцы! — Городов! 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 — Добрый вечер! Спасибо большое за то, что ребята не знали проект. В самом деле, я ничего не сделала, потому что я просто предложила, а все люди собрались и решили это сделать. А ребята сделали сайт, поэтому они молодцы. Поэтому их с первым местом поздравляем мы. На самом деле я работаю в украинской бирже богателительности, которая на сегодняшний момент первая и самая успешная фандрейзинговая площадка в Украине. Дней 6 назад мы собрали уже 10 миллионов гривен на разные социальные и повышенные проекты. Я хочу сказать, что мы работаем со многими партнерами по всей Украине, благотельными фондами, и, наверное, 80% из них созданы энтузиастами. Это не создано какими-то тетями, дядями, которые решили создать благотельный фонд для того, чтобы в нем зарабатывать. Нет. Это молодые люди, врачи, волонтеры, программисты, которые просто хотят сделать эту жизнь немножко лучше, чуть-чуть, в меру своих возможностей. Это независимо, это социальная сфера, это помощь детям, животным, информационные технологии, сайт, который помогает находить, устанавливать детей, электронные карточки для деток, которые потерялись. Это абсолютно не важно. И мне очень радостно, как человек, который проработал уже год в фандрейзинге, видит, что наконец-то в Украине новые технологии, IT, интернет и прочие умные слова начинают работать на благо, начинают работать на создание не только каких-то полезных сервисов клевых, но и на улучшение жизни в общем, улучшение социальной сферы Украины. Вот это очень круто. И я желаю, что каждый из этих проектов, независимо от того, как он трансформируется в будущем, и во что, и чтобы обязательно помнил всегда все-таки первоначальную идею, чтобы деньги уравновешивали ее, но никогда не выходили все-таки выше. Это самое главное от таких проектов. Мы как большой уже состоявшийся онлайн-проект, решили сделать небольшой подарок для всех, которые тут два дня мариновались. Он ждет вас всех наверху. Ну, вы понимаете, да, ребята, что вы правильный промоутер? Это не все, да. Вот, там прямо так и написано. Самый лучший Хабракон, вот, все. Самый лучший в проекте, да? Нет, это всем. Я не славовала. Все, я больше не знаю, что сказать. Ну, я думала, что лучше. Все. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Компаниц. Я представляю организационный комитет Евромайдана. Я один из организаторов Евромайдана, которые с 20-го числа стояли на Майдане. Я отвечаю как раз за эти направления, то есть за социальные сети. Ну, не я, у нас команда людей. То есть у нас там порядка 10 человек. Да, то есть нам очень сильно помогают ребята с Фейсбука. Они вчера приехали из Калифорнии. Мы с ними вчера встречались. Дали там от нас открытки фирменные. И даже все победители завтра получат от нас фирменные открытки с благодарностью от организаторов Евромайдана. То есть это... Что-что? От Странговского. От кого? Йоха от Странговского. Да, у нас официальное разрешение, легально, все честно. И плюс мы гарантируем продвижение через все свои официальные веб-страницы. То есть в Фейсбуке 167 тысяч подписчиков. Ну, и в дальнейшем мы способствуем. Ну, да, круто. Я думаю, нужно поблагодарить всех еще раз. Начать с нашего гаранта Виктора Федоровича Януковича. Главный инициатор. И кто говорит, что наша власть не разбирается в ИДИ? Смотрите. И все такое. Да? Да. Умеет, умеет, да. То есть я... Ну... Я что-то хотел сказать. Слово благодарности. Евромайдан это круто. Айдимадан это круто. Часокус еще круче. Даша молодец. Спасибо всем, что вы пришли, что были здесь целые сутки, работали, спорили, пили кофе, выдавали идеи. Я думаю, никто не ожидает, что за день можно изменить всю страну, но из каждодневных таких усилий, из работы, рано или подно, все эти маленькие-маленькие изменения, они набирают практическую маску и меняется что-то большое. И дороги этого сутки были. Поэтому всем спасибо. Отдайте мне! Это от первого места, так что быть. Я бы хотел еще сказать огромное спасибо организаторам этого хакатона, потому что за последние полугода я был на большом количестве хакатонов. Какие-то мы там у себя даже организовали, но это был самый клевый и самый круто организованный из них. Огромное спасибо команде за это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди, я хочу вас спросить пока. Во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, я хотела спросить, кто готов раньше, чем 14-е, возможно, встретиться на хакатон по медиа, гражданской медиа? Поднимите руки. Кто готов уже сейчас, значит, в подготовку? А, вам поставлю. Количество рук уменьшилось, но окей. В общем, просто подойдите ко мне, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Скажите. Да, я еще на всякий случай расскажу. Меня зовут Максим Ищенко, я работаю в проекте Do.ua, это сообщество разработчиков. И у нас есть программисты, поэтому, если мы чем-то вам можем помочь с программистами, то давайте, заходите. МАС, собачка до UI, это мой и UI. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Очень хочется, очень хочется запомнить эту скуму, и, чтобы самая оказывается с вами, дорогие, не убегайте. Валерий Курас 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 Сайте, господи, гороскоп, гороскоп. Сайте, гороскоп, гороскоп. Сайте, гороскоп. Сайте, гороскоп. Сайте, гороскоп. Сайте, гороскоп. Сайте, гороскоп. Сайте, гороскоп.